андрюша куда мы едем куда больницу поликлинику опять что а зачем мы туда едем за справкой какой а что мы будем делать какой сегодня процедуры это надо для зрителей до в общем мы едем в поликлинику это радио я думаю почему музыки не такая красивая сегодня очки надела все сразу красивая статьи я постригся тоже красивым стал так что как-то так едем в тоннеле музыки нет скучно и как прежде глаза мы посмотрим друг другу и конечно нам захочется зашить да радио дача мы с лёли с ума сходим в машине и и и и и и и Сделай счастье, будешь жать. Не найдешь, а мне бросать. Сос живаешь, кто ищет. Живописный мост. Когда там что-нибудь сделают, она в этом гнезде, на верхушке. Андрей, там был ресторан, говорили, потом замц был вроде бы, да? А сейчас там вроде нет ничего. Там какая-то плохая система с лифтами, говорят. Что-то они сбой дают постоянно, поэтому. Ничего там не делают. Наверное, аренда дорогая. Кстати, Артем, я по телефону ставлю, а везде оставляю. Ну, короче, сверху телефон, стельки, Андрей, свои наказы сделала. Хорошо. И они тебе должны позвонить, сказать, что ты не удивляйся. Хорошо. Пробка большая. Все на даче, короче. Да, сегодня это. 31 градусов жары. 31 градусов жары. Ой, смотри, правда, я думаю. Я ехал туда в такси. Да. Купаться? Класса. Что ты хочешь? Да, купаться. Купаться или класс? А? А у тебя там вода? Да. Андрюш, осторожно. Потому что разольешь, будет шмок. Такой тяжеленький. Я хочу тебе тяжеленький. Что за музыка здесь? Зара. Не хотим мы слушать Зарочку. Да, она мне первый раз просил песню. Я не знаю об этом. Говорят, она очень такая обманщица. Да ладно. Мне про нее такое рассказывают. Он мне наоборот поговорит. Я всегда думал, что она приятная. Но говорят это, ну там же про шоу-бизнес и все. Какой тем она обманывает? Ну, говорят, что она это лживая, обманщица. И вообще она такая, на самом деле, говорят, противная. Если, ну, так со сцены она мило улыбается. А если так, то я сам удивился. Для меня это было очень большим удивлением. Это кто тебе такое говорит? Ну, кто мне такое мог говорить про шоу-бизнес? Макс! И не только. Все говорят. А Андрей все слышит. Все уже вот как на ус мотает, а? Да, да, да. У меня стул хороший. Как у Артема. Как у моего брата Артема. Будь здоров. Я же тебя... Там не дует на него, а? Я быстро говорю очень-очень тихо. А Артем меня услышал. Андрюш, скажи, на тебя там не дует, а? Кондиционер. Дует, но все равно мне так нормально. Из-за этого ты чихаешь. Надо как-то отвернуть его или закрыть чуть-чуть. Нет! 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 Так, Андрей, не пугай меня так, пожалуйста. Мама за рулем, сейчас мама и руль... Мама и руль бросит, ты знаешь, мама паникерша. Что? Что? Андрюша, что? Да, да, да. Дыши, дыши! А рот в порядке. Андрюш, ты сейчас этот шарик лопнешь, я вот... А я испугаюсь и брошу руль от этого звука. А? 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 Ты сейчас лопнешь этот шарик. Он все услышал прекрасно. Он все время говорит. Да, я знаю. А? 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 Надо говорить сразу, ничего. Ничего. И надо говорить В. И надо быть внимательнее, с первого раза надо слышать, У меня брат с рейки. Это значит, это невнимательность. У него есть слух, он все слышит. Прекрасно. Но слушать не умеет, слышит, слышит. Он слышит. Так у меня был брат, средний знаешь что? Где это? Что? Брат средний тоже переспрашивал раньше, постоянно в детстве, говорил, что что? А мама ему говорила, а бы что? Он такой, и он сразу продолжает тему, он понимает сразу, ему говорили ты да это не внимательность андрюш нужно учиться быть внимательным сейчас уже знаешь это и начнёт на детство пускай но уже да 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 вот лето что за толпа людей там была детьми клинику приходим все андрюш детство закончилось ну да школа это все уже уроки каждый день домашние задания классе кстати говорят что уроки не задают но в первом классе да и оценки не ставят во втором классе оценки не ставят ну как бы ставят чисто для них говорят а уже в третьем классе начнут ставить оценки ты уже наверное андрюша начнет получать по жопе андрюш ты знаешь вот и слова бомба террористы в общественных местах кстати лучше вообще не произносить а это да это международные такие слова которые могут вызвать панику а у нас знаешь что в минске в метро я что один раз прикольнулся ночь что ставлю сумку ну когда захочешь метро там проверяю же эту сумку ставлю сумку а мне таки это и говорю они такие что вот туда сюда ядер чё там типа и а друг со мной шел а когда из больницы выписывался и я на него горячего бомбы везешь и на меня этот говорит почитай и висит бумажка и там написано слова в которое произношение слов бомба связан с бомба терроризм это все несет за собой уголовную ответственность то есть говорит это хорошо что и но я тебя предупреждаю а другой бы говорит просто скрутил бы тебе руки и все это выселение обстоятельства говорю пока бы тебя шмонали так а вот сюда поставить нам заедем на эту борту а почему ой почему стоянка с таким бордюром я не пойму потому что наверно не официально стоянка да думаешь а дружида мне баночку это быстрее приехали в семейный дом так посидите здесь а нам потом туда же вы сидите здесь она уже потом туда да лёля какая красавица бутик 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 это где продаются брендовые вещи одежда обувь бутик бутик то есть это магазин брендовых вещей ладно пока вот это у тебя там расстегнуто было я же когда шли дома я говорю ли расстегнута расстегнута а потом посмотрю думаю может и так и надо теперь самое главное нам плавненько сюда съехать не повредит днище который уже это очень повреждено очень очень проезд во внутрь каких-то ремонтных машин то ли камазов с каким-то строительным материалом мы не за вас сейчас 15000 потеряли какой долго были где вы были хочу но вы готовы мне компенсировать на блога ударить по колесу смысле компенсировать надо было вставить по колесу чтобы может вот здесь встать а он станет или нет мы станем точно здесь нормально я выпал вылезу и ты выйдешь смотри что он делает спроси что это у него не спросить что ты сразу на панику лёль чё что андрей что это такое спроси у него что а что ты мне говорил сговори и говори маме говорит смотри какой у меня огромный петюн смотри на него смотри андрей ужас я говорю что за шутки пошлые а чё так не хотят идешь у меня будет уже такой миша а откуда он что смотреть на шума писали вместе в туалет а дети кстати это все показывают друг другу андрей андрей то он делает вид что он стесняется да а куда намить а вот семейный доктором там это мы в прошлый раз были в детской афе это для для взрослых он здесь просто процедурный кабинет идти я иду с термосом лёля с кружкой чашка идет это завар ромашки и календулы нужно перед этой маленькой процедуркой андрюша попарить размочить 15 минут посетить подержать вот да андрюш чего ничего вот она семейный семейный доктор взрослый пойдем пойдем номер два семейный доктор пока дойдем уже остынет пей чай а что можно попить он жарит пока еще горячий артем дурача студии дурача пока там пока там еще ничего не мы не держали в этой чашке проходим там как он закрывается действия какой 18 андрюш 218 но одессе от земли вот сюда надо застать надеюсь не сюда так подожди надо же счет и пофарить потом видите прикладывается . вот все вискакивает вот номер один время на пропуска состояния ожидается сейчас врач на компьютере примет и будет написано а на осмотре а вот проходите а не успели дома завар сегодня принесли с собой как-то можно это здесь может быть сделать или как сидя на раздевшись просто там из коридоре или в хуалете не могу понять как там открывается что я его закрывал андрюш что делаешь не стесняйся не бойся ну тут же нет никого ты же задом стоишь и никто ничего не видит я знаю как-то удивительно то что андрюша раньше вообще стеснялся всех сейчас врачей даже врачей перестал стесняться но я молодец раньше вообще это была такая проблема в туалет пошел все маленький когда был попу там вытереть надо все никто стесняется сплачут и все через слезы а сейчас перестал стеснаться перерос наверное уже термос кручу кручу не могу понять как он закрывается Решил кофе пропить, кофе по 40 рублей, хочу капучино с шоколадной солежками. Хорошая больница, я считаю, семейный доктор, чуток ухоженный, чистый, цветочки стоят, кофе попить можно. Вот видите, сейчас написано на криве, все, отклонились, чувствую себя, ой, сладкие, очень сладкие. Вышли мы из процедуры. Андрюш, больно было? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Молодец. Зато химию заслужил. Сухарики заслужил, заработал. Так хотелось сухариков. Вот, пожалуйста, вытертый, вот, кушай сухарики. Да, Лёль? Да, Лёль. Какая красивая всего. Аптека. А, или это не аптека? Здоровая, это Таня, аптека есть. А зачем? Так дай нам ключи, мы пойдем в машину сядем. У меня же просто это и термосы. А, ну открывай. Смотри, чтобы с другой стороны зашел, чтобы дверь не открылся. Смотришь, чтобы... Покортируем. Да, я вам еще чуть-чуть. Андрюш, садись. Ой! Ой, ой, ой! Не закрывай. На, возьми чашку. Андрюш, возьми у меня чашку. И? Возьми у меня чашку. Положи туда. Самое главное, что... Где? Я тоже. Сухарики ем. Вкусные? У нас по пути. Посмотри, как все будет лучше. Надеюсь, не будет. Выезжаем сюда, ты знаешь? Сюда выезжаем. Есть такое слово, сюда. Сюда? Нет, сюда есть, а сюда нет. Есть такое слово «тудой-тудой». Да нет, у такого в русском языке нет. Есть даже Кантемир такое слово говорит. Так что шутят вот домой, да? И я говорю «нет». И Макс такое слово говорит. Артем, нужны нами. Едем домой. Я устаю. Все. Да? Едем домой. Всем спасибо. Всем пока. Берегите себя и своих близких. Что бы ни было, не смотря ни на что. Андрюш, говори «пока». Пока. Пока. Пока.